Так, всем привет! С вами Александр Котин, сегодня среда и, как говорится, мой выход на канале Амаркетс. Для начала я отвечу на вопросы, которые были под предыдущим видео. И да, если у вас появятся вопросы, вы можете их написать в комментариях под данным роликом. Я на них отвечу в следующем своем обзоре через две недели. Напомню, что мои обзоры на канале Амаркетс выходят раз в две недели. Начнем с вопросов. Первый вопрос. Буду благодарен за обзор Hartford Financial, Medtronic, Philips и так далее. Как вы считаете, с ростом цены на нефть пойдут ли нефтяные компании также вверх вслед за ценой? Ну, вполне возможно. Просто пока я не вижу вариантов для роста нефти. По нефти я считаю, что у нас вполне возможно снижение и даже обновление минимумов, которые были в апреле. Ну, это моя субъективная точка зрения, естественно. Hartford Financial. В данном случае я бы посмотрел месячный график, оценил бы ситуацию, как она здесь выглядит. На мой взгляд, то, что мы видели вверх, примерно от минимума, февраля 2009 года, это походит на импульсную волну, но в том-то и дело, что она походит, но это не означает, что это она. Просто обратите внимание на то, как цена падала в предыдущий раз, когда это падение было примерно в седьмом году, в восьмом году, и сейчас примерно то же самое, то есть такой же примерно характер движения цены. Давайте возьмем недельный график. На недельном графике это выглядит больше как импульс и коррекция. На мой взгляд, эта бумага, я так понимаю, это акция, она может еще просесть, и это, вероятно, какая-то первая волна вниз. Это больше походит на ABC паттерн с дальнейшим снижением. Меттроник. Здесь также нужно посмотреть на месячный график. Необходимо оценить полный тренд и общую картину рынка. В данном случае мы видим максимальную движущую силу. Это говорит о том, что в этом импульсе у нас завершилась только третья волна. Это ее коррекция, возможно, четвертая волна. Ну и по всей видимости, это только лишь волна А вниз. Очень вероятно, что могла быть волна Б, и вот движется вниз волна С. Здесь нарастает движущая сила, что говорит о вероятном развитии нисходящего движения и возможности обновления минимумов. В этом случае данная картина будет выглядеть как А, Б и вот развитие волны С. Такое вполне реально, потому что предыдущая коррекционная волна, она примерно так же себя вела. Вот А, Б и С, она состояла из двух импульсов Philips. В данном случае также стоит обратить внимание на общую картину, на глобальный график, что здесь происходило. Вполне возможно, что вверх у нас прошла первая волна, вторая. Это была как раз-таки АБЦ коррекция, ни в коем случае не четвертая. Несмотря на то, что здесь максимум АО, его просто не с чем сравнить. То есть не с чем сравнить эту движущую силу, значит мы не можем говорить о наличии либо отсутствии дивергенций. Здесь хорошо виден EBC паттерн. Сейчас мы возьмем дневной график, посмотрим на то, что там происходит. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Это явно импульсная волна вверх. И вполне возможно, что при завершении коррекции мы увидим новое движение вверх. Спасибо за ваши вопросы. Здесь еще есть один такой комментарий по поводу фунт-доллара. Чуть неделю бегаю за фунтом. То вверх, то вниз, флэт. И дело в том, что фунт не набирает много пунктов. Так, как мне надо. Мало ли, что вам надо, конечно же, я могу на это так ответить. Это рынок, под него надо подстраиваться. Часто меняет тренд. А мне надо набрать пункты. Ну, опять же, это надо вам. Рынок не знает, что вам нужно. По золоту все норм, растет. Ну окей, да. С фунтом, что будет примерно к понедельнику. Там нет выраженного тренда. Что делать? Скальпировать внутри дня? Ну, скальпировать это не всегда. Хорошая идея. На мой взгляд, исключительно. Это исключительно мое мнение. Хотелось бы вписаться в среднесрочный тренд. И так взять хорошее движение. Ну, по фунту были хорошие движения, на самом деле. Даже были точки входа на четырех часах. Например, на часовике была точка входа. Я его не отрабатывал. Но в данном случае, вот опять появилась точка входа на покупку. С нее можно было зайти. Но так как я взял евро, я в одном портфеле евро и фунт обычно не держу. Вот так вот. Ну, и чтобы научиться такие точки входа находить, я бы вам посоветовал изучить мой курс, который называется «Наследники торгового хаоса». Я о нем вкратце расскажу. Курс этот я записывал после обучения у Джастин Вильямс, потому что я учился у дочери Билла Вильямса. И имея уже достаточно приличный опыт торговли, я на рынке с 2005 года. Но 10 лет где-то я потратил на то, чтобы научиться торговать. И только последние где-то лет 5 у меня более-менее что-то получается. Да, кстати, по поводу моих результатов. Прежде чем говорить о курсе, вот есть у меня такой счет, который я вывел из просадки. И за июнь сделал профит 12, ну почти 13%. Есть у меня еще один счет, на котором я сделал 18%. За июнь и уже 28% за этот год. То есть у меня есть результаты, я понимаю, как их достигать. И все, что вам нужно, это начать вот с этого курса, этой теории. Потом, если вам будет нужен мой персональный коучинг, вы можете прийти в мой персональный коучинг. Этот курс состоит из 50 уроков. И здесь рассказывается вся абсолютная теория о том, как анализировать рынок, как находить точки входа с низким риском и высоким потенциалом. Для того, чтобы у вас точка входа была с низким риском, то есть с коротким стопом. И вы могли брать один к трем, один к десяти и так далее. Дело в том, что я не рассказываю о том, как торговать без стопов, как торговать без риск-менеджмента. У меня все очень системно, очень последовательно. И в данном курсе описывается эта последовательность действий, применяя которую вы сможете совершать на рынке сделки, которые, в принципе, вы можете увидеть на моем телеграм-канале, на моем ютуб-канале. И я на своем, кстати, ютуб-канале рассказываю ежемесячно о своих результатах. Показываю свои сделки, разбираем мои торговые журналы и так далее. Поэтому вам стоит начать вот с этого курса, я считаю. И здесь описана вся теория. И, кстати, этот курс, он не просто там записанная теория. Вы можете всегда мне задавать вопросы. И здесь, на данной странице, также есть результаты тех, кто у меня обучался. Они бывают абсолютно разные. Есть отзывы, естественно. И, естественно, есть бонусы. В качестве бонуса я предлагаю... Что значит бонусы? Это значит, что я при покупке курса вам эти бонусы выдаю абсолютно бесплатно. Это курс «Волновой анализ 2.0. Упрощение», где я рассказываю о том, как анализировать рынок. Также курс «Как написать эффективный торговый план», потому что нужно начать с торгового плана. Я считаю искренне именно так. Потому что трейдинг – это в первую очередь бизнес. А любой бизнес начинается с планирования. Ну, естественно, если вы к трейдингу относитесь серьезно. Также вы получаете бесплатный, неограниченный доступ к воркшопам и мастер-классам. Кстати, вчера такой воркшоп я проводил. Он длился 6 часов по времени. Все эти воркшопы и мастер-классы сохраняются в записи в личном кабинете, который вы получаете после покупки курса. Курс стоит всего лишь 10 990 рублей. Эта цена действует до 30 сентября на все лето и даже на часть осени. Далее эта цена будет естественно расти, потому что это очень дешево за такой материал и за, естественно, то, что этот курс с моей поддержкой. Вы всегда можете задать мне вопросы по электронной почте, на мастер-классах, на воркшопах. Мы можем пообщаться. Чтобы данный курс купить, пишите мне на электронную почту info.fxcoach.ru Я вам вышлю ссылку вот на эту страницу, и вы сможете этот курс купить с моей поддержкой, со всеми бонусами, о которых я говорил. Также есть ссылка в описании под данным видео. Идем дальше. Сейчас я расскажу о том, что я вижу на финансовых рынках, что происходит с теми инструментами, которые я обычно беру в торговлю. Итак, давайте начнем с евро-доллара. На мой взгляд, по евро развивается коррекция, после которой мы можем обновить максимумы. Возможно, те, которые у нас были в июне, возможно, те, которые у нас были в марте. Даже так. Поэтому у меня был сигнал покупки с коротким стопом. Это так называемый дивергентный бар. Почему я его брал? Потому что я считаю, что здесь этот сигнал пришел от нижней границы, от нижней образующей границы треугольной коррекции А, В, соответственно, С, Д и Е. И я взял этот сигнал в покупку с потенциалом до обновления максимумов. То есть потенциал данной позиции, данной сделки 30 к примерно 200, что примерно 1 к 7. Пока я эту позицию удерживаю, потому что 1, 2 и вторую волну я обычно пересиживаю. Если это будет не так, ну окей, я принимаю риски, просто иду дальше. То есть я не боюсь стопов, я не боюсь, когда у меня срабатывают стопы. Это вполне нормально. Это такой есть психологический момент, что не нужно себя оценивать по стопам, потому что стопы, и когда вы получаете какие-то отрицательные результаты на рынке, это не вы сами. То есть вы – это не ваши результаты. Не нужно себя как бы поставлять с теми результатами, которые у вас есть. И как бы ваша самооценка, она не должна от этого зависеть ни в коем случае. Стопы и срабатывание стопов, убыточные сделки, они у меня очень маленькие. Но удерживаю позицию, я беру 1 к 7, 1 к 10, 1 к 5, 1 к 3. Это называется соотношение риска и доходности. То есть соотношение риска и доходности в одной сделке. Это самый ключевой параметр в трейдинге, как я считаю, потому что если мы говорим про количество прибыльных и убыточных сделок, у меня количество убыточных сделок может быть больше, чем количество прибыльных сделок, но я буду в плюсе за какой-то период времени. Это вполне нормальная такая вот закономерная история. Даже если мы возьмем историю счета и возьмем там, ну окей, последний месяц, вы увидите, что достаточно много убыточных сделок, и ничего страшного, мы все равно выходим в плюс. Это нормальная история. То есть так в принципе происходит, так должно быть. Потому что я знаю, что некоторым людям стопы, они просто там бьют по самолюбию и так далее. Просто тут нужно исключить вот эту взаимосвязь, что убыточная сделка – это не вы. Это не должно на вашу самооценку влиять никак. Это просто часть процесса. Просто часть процесса. И все. Идем дальше. Фунт-доллар. На мой взгляд, в данном случае мы можем пойти дальше вверх. Очень возможно, что здесь прошел ABC паттерн очередной. То есть это могла быть первая, вторая. А это первая, вторая уже в новом импульсе. Либо есть вариант вот такой. Один, два, три, четыре и, собственно, пять. Потому что здесь максимальное АО. И то, что четвертая заходит за первую, это вполне нормально. Особенно, если здесь формируется какая-то большая первая волна, которая вполне возможно, что может состоять из волн 1, 2, 3, 4, 5. Идем дальше. Франк. Также сложная коррекция. Также есть возможность обновления минимумов. Про франк я долго рассказывать не буду, потому что он коррелирует с евро-долларом в данный момент времени. И тут все может произойти точно так же, только наоборот. Доллар-иена. Я не зря открыл 12-часовой график и слежу за ним, потому что здесь формируется бар на продажу. И иена коррелирует с золотом. Если золото растет, то иена у нас укрепляется. То есть она идет вниз против доллара. В данном случае, если этот сигнал сохранится через 165 минут, его можно будет взять на продажу. И я, скорее всего, это и сделаю. Потому что 12-часовой график для данного инструмента, он очень хорошо читаем. И его можно торговать. Здесь, естественно, внутри ABC паттерн. И 1, 2, 3, 4, 5 внутри волны С. Паттерн волны С виден очень-очень хорошо. Поэтому за 12-часовым графиком доллар-иены последите. И здесь можно будет также заходить с минимума этого бара, со стопом по максимуму этого бара, естественно, посчитав риски. Обычно я беру 1%. То есть если у меня депозит 10 тысяч долларов, я рискую не более 100 долларов в одной сделке. И если цена идет с отношением 1 к 5, то, соответственно, 500 я зарабатываю. Это уже 5% в одной сделке. Стоит совершить таких сделок 4-5 за месяц. И вот, пожалуйста, у вас уже будет примерно 20% к депозиту. Ну, естественно, если у вас не будет убыточных сделок. Даже если они будут, вы все равно будете в прибыли. Вот так это работает. И мне это очень нравится. И я не гонюсь за результатом в каждой сделке, а смотрю за результатом, слежу за результатом на дистанции. На дистанции как минимум в один месяц. Дальше что? Австралийский доллар. На мой взгляд, мы также можем пойти обновлять максимумы. Это все походит также на сложную коррекцию, как и на евро-долларе. После завершения которой, я думаю, что она завершилась, мы увидим дальнейший рост. Новозеландец очень походит. Очень походит. То есть, также сложная коррекция. Также, вероятно, обновление максимумов, которые были образованы в июне. Идем дальше. Канадский доллар. Канадский доллар я зашертил на... Зашертил эту пару, точнее. На таком у меня есть небольшой еще тестовый счет. Это некий такой мой челлендж по разгону депозита. Про него я тоже буду на своем канале рассказывать. Когда-нибудь. Пока это просто такой вот мой счет для тестирования различных моих идей. Но он, естественно, реальный. И по канадцу, на мой взгляд, также был ABC-паттерн. Был ABC-паттерн. И здесь очень вероятно обновление минимумов. То есть, формирование некой пятой волны. Один, два, три, четыре и пять. Поэтому там эту позицию я буду удерживать. Золото. Золото в восходящем тренде. И в данном случае я считаю, что идет удлинение на недельном графике. Мы можем и дальше пойти вверх. То, что мы видим на дневном. Это, естественно, один, два, три, четыре и пять. Но вот в этой самой пятой волне, видите, здесь параллельный аллигатор. Это говорит о чем? О том, что тут идет удлинение. И в данном случае я считаю, что у нас возможен дальнейший рост. При рассмотрении четырехчасового графика. Один, два, вот это все три. Это удлинение в третьей волне. То есть, если даже вот то, что мы видим здесь, это пятая в третьей, то эта пятая, она еще явно не закончилась. После ее завершения не исключено снижение в какую-то четвертую волну и потом уже снова обновление максимума. Серебро. Очень похожая ситуация. Очень похожая ситуация. Хорошо видно на 12 часах. Здесь, скорее всего, вот так. И мы находимся в пятой волне. В ней нужно очень аккуратно торговать. Если она не удлиняется, если она удлиняется, то ее нужно просто собирать полностью. То есть, вот один, два, три. Волны один и три были практически равными. Соответственно, угадайте, на что придется удлинение. Соответственно, на пятую волну. Скорее всего. Да? С большой вероятностью. Индекс S&P 500. На мой взгляд, как я и говорил в прошлом обзоре, мы, скорее всего, можем увидеть дальнейший рост. И то, что у нас здесь происходит, это, вероятно, была первая и вторая волна в волне С. И я думаю, что мы можем подойти вплотную к максимумам, откуда у нас пошло падение в марте. Биткоин, на мой взгляд, если посмотреть на дневной график, скорее всего, здесь происходит какой-то разворот. И на четырех часах. Один, два, три, четыре, пять. Видите, где максимальная движущая сила? Это третья волна. Скорее всего, все это первая волна. И после ее коррекции я бы рассматривал точки входа в продажу. Нефть марки Brent. Ну вот, вчера на воркшопе, кстати, мы анализировали WTI и анализировали Brent. На WTI вот есть одна интересная такая закономерность, которую лично я заметил. Это то, что вот здесь у нас коррекционное движение шло в виде такого импульса, как бы одного единственного такого движения. То есть, и это говорит о том, что здесь могла быть такая вот неправильная коррекция. Бывает такое, что для рынка это характерно. И он эти закономерности и такие коррекции повторяет. Поэтому в данном случае не исключено, что есть такая же закономерность, где просто неправильная коррекция с вылетом волны B за минимум третьей волны. Это что касается WTI. Но на Brent, так как эти инструменты коррелируют, видите, здесь это была обычная ABC-коррекция. Это когда было в январе 2015 года. Так как эти инструменты коррелируют, то здесь может быть то же самое. Поэтому я бы не советовал нефть дальше продолжать покупать. Очень вероятно, что здесь могла сформироваться вот такая вот неправильная коррекция ABC, где волна C несколько удлинилась. И отсюда могут прийти продажи с обновлением уже минимумов, которые были достигнуты в апреле. Вот так. Ну, это, конечно же, такое мое предположение. Я бы пробовал отсюда шортить, особенно с 4-часового графика. Потому как есть 1-2 паттерна, и можно найти точки входа с низким риском. Ну и, естественно, высоким потенциалом. Что у нас касается индекса RTS. Давайте посмотрим фьючерс. Здесь пока ситуация неоднозначная. Все это походит на ABC-паттерн. Вот вопрос, он закончился или нет. 1, 2, 3, возможно 4. А может быть и уже какое-то новое движение вниз. Пока это не совсем понятно. Покажет время. То же самое мы с вами сейчас увидим на фьючерсе, на доллар. Там также неоднозначная ситуация, на мой взгляд. С одной стороны, есть ощущение, что мы не закончили вот эту волну C, и у нас только четвертая волна. А с другой стороны, если мы возьмем 4-х часовой график, то мы с вами видели похожее вот в этой самой волне A. Как я уже говорил, бывают такие паттерны, повторяются. То есть 3, 4, и вот тут 5. Тут же дивергенция есть. То же самое здесь вполне могло быть. 3, 4 и 5. И вот эта волна C, она могла уже здесь завершиться, и у нас тут просто развитие вверх. Вот так. Однако я бы понаблюдал за ситуацией, потому что то, что мы видим как A, B, C, может стать 1, 2, 3, 4, 5, и превратиться в нисходящий импульс. Вот тогда, если мы, скажем так, увидим такую картину здесь, и будет здесь нисходящий импульс, именно состоящий из 5 волн, возможно дальнейшая его коррекция, и дальнейшее укрепление рубля. А во что мне не особо верится. Поэтому не исключено, что здесь вот может наступить уже разворот в сторону роста доллара по отношению к рублю. На этом у меня все. С вами был Александр Котин. До встречи через 2 недели. Пока.